Русское зарубежье А теперь подробнее об этих и других новостях В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына завершил свою работу 17-й международный кинофестиваль «Русское зарубежье». В недельную программу вошло более полусотни фильмов, познакомивших публику с историческими страницами прошлого столетия и способствующих консолидации русского мира. На пресс-конференции, посвященной открытию кинофестиваля, организаторы рассказали об игровых и документальных конкурсных картинах этого года, а также о специальной программе фестиваля, в которую вошли фильмы «Война и вера», «Врачи Донбасса. Война за жизнь», «Крест на Азов сталью» и другие. Мы второй год показываем фильмы о специальной военной операции. Мы считаем, что мы не можем оставаться в стороне от этого. И поэтому в прошлом году мы показывали 6 или 7 фильмов об СВО, и в этом году также мы показываем 6 картин, посвященных специальной военной операции. По словам директора киностудии «Русский путь» Сергея Зайцева, афиша фестиваля посвящена наследию русского зарубежья, его достоянию в научной и культурной сфере. Зрители увидели работы кинематографистов из 10 стран. Среди них ленты режиссеров из Аргентины, Канады, России, Швеции, Беларуси и других стран. Очень пока мне понравился фильм о Соловецком монастыре, который, конечно, тоже очень символично показывает все духовные изменения в России в 20 веке. Я считаю, что для возрождения России, к которому мы стремимся, как раз сознание истории и всей трагедии 20 века советской власти – это очень важно. Мы должны понять, что произошло, и сделать правильные духовные выводы. В конкурсную программу дополнили специальные показы, приуроченные к юбилеям композитора Сергея Рахманинова, певца Фёдора Шаляпина, писателя Гайту Газданова, а также художников Бориса Анрепа и Сергея Галербаха. Большую часть мероприятий можно было увидеть в прямой трансляции. Задача нашего дома и фестиваля, она очень простая. Суженицын, то я сказал, очень ёмко и кратко – жить не поможи. Вот, жить для того, чтобы торжествовала историческая карта. Почти за два десятилетия своего существования фестиваль завоевал прочную репутацию заметного события в культурной жизни страны. Напомним, кинофорум был учреждён в 2007 году домом русского зарубежья имени Солженицына и киностудией «Русский путь». За годы работы зрители увидели более 650 художественных и документальных фильмов, посвящённых истории русского зарубежья. Евгения Фахурдинова «Равид Гор» специально для программы «Время русского мира». В Москве состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам, декана факультета госуправления МГУ, председателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова, на которой он презентовал свою новую книгу. Все подробности далее. Накануне в пресс-центре Международного информационного агентства России сегодня прошла пресс-конференция известного учёного-историка Вячеслава Никонова. В рамках брифинга он представил свою новую книгу под названием «1962-й хрущёв Геннеди Кастро. Как мир чуть не погиб». Это был момент, когда мы просто все могли быть уничтожены. Таких моментов в истории человечества больше не было. Это самый драматичный момент в истории человечества. Осенью 1962 года Советский Союз и США 13 дней находились на волосок от ядерной войны. Во время Карибского кризиса вооружённые силы двух стран были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а военные рассматривали потенциального противника через прицелы и системы наведения. Тогда судьба мира зависела от решения всего трёх человек – руководителя СССР, президента США и лидера Кубинской революции. И они нашли в себе силы остановиться за мгновение до возможного начала боевых действий. Я вижу особенности моего исследования в том, что я придаю очень большое значение личностному фактору. Фактор личностей Хрущёв, Кеннеди, Кастер не случайно вынесен на обложку, потому что всё, что происходило тогда, в конечном счёте, проистекало от них, и исход зависел от них. И всё зависело исключительно от решений вот этих трёх человек. Сегодня мир вновь подошёл к роковой черте – украинский кризис, конфликт на Ближнем Востоке. Хватит ли политикам мудрости воспользоваться опытом разрешения Карибского кризиса и найти путь к миру? На эти и другие вопросы постарался ответить Вячеслав Никонов во время пресс-конференции и в своей книге. Наш декан – это как раз Никонов Вячеслав Алексеевич, и я безумно рада тому, что мне удалось посетить эту пресс-конференцию, так как эта книга, которую мне наш декан как раз подписал, довольно такой необычный будет учебник для будущих управленцев, то есть нас. Ведь сам Карибский кризис, он не так широко распространён именно как предмет, и это, мне кажется, будет в рамках обязательной дополнительной литературы, что поможет анализировать современную геополитическую ситуацию с помощью вот такого прекрасного литературного произведения. Также в этом году вместе с Сергеем Девятовым Вячеслав Никонов стал автором нового российского учебника по истории для старшеклассников, по которому учащиеся 10-11 классов начнут заниматься в 2024 учебном году. В Москве и других российских городах ценители искусства наслаждаются спектаклями 21-го международного театрального форума «Золотой Витязь». В этом году масштабное событие посвящено 200-летию драматурга Александра Островского. Подробнее о фестивале в материале Татьяны Орловой. Долгожданное театральное событие проходит в рамках 14-го международного славянского форума искусств «Золотой Витязь» при поддержке Министерства культуры России. Среди партнеров форума Государственный академический малый театр, Фонд Храма Христа Спасителя, Союз кинематографистов России, Московский академический театр «Сатиры» и другие. Мы собрали программу, которая бы отвечала на многие вопросы. Я думаю, что сейчас такое время, когда люди задаются вопросами о жизни, о истории, о любви, о семье, о детях. В конкурсной программе 21-го международного театрального форума «Золотой Витязь» 18 спектаклей. Их представляют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Владикавказа, Луганска, Самары и других российских городов, а также из Сербии и Беларуси. Открыл театральный форум спектакль «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Режиссером-постановщиком выступил народный артист России Андрей Житинкин. И я-то считаю, что пьеса не то, что не устарела, а вот когда мы сыграли спектакли, к нам подошли журналисты и спросили, а вы там ничего не дописали? Ничего? Я говорю, да вы что? И это висит в воздухе, мобилизация, повестки, броню, кого есть, кто купил, кто достал, а кто просто пошел. Это сейчас невероятно актуально, и мне радостно, что Розов, который мечтал, чтобы его пьесы шли в Малом театре, но тогда они не шли, а он просил, а почему, ребят, почему не идут мои пьесы? И вот смотрите, сколько лет прошло, он не то что востребован, а это счастье, что есть такая честная пьеса. В репертуаре театрального фестиваля этого года пьесы по произведениям Достоевского, Лескова, Островского, Пушкина, Булгакова, Шукшина, Розова, Симонова и других авторов, в том числе зарубежных. Своими впечатлениями о спектакле «Летят журавлей» поделились студенты Высшего театрального училища имени Щепкина. Очень интересный режиссерский ход, когда в пьесе мы видим действия актеров, и резко опускается контрзанвес, и на нем изображается хроника. Это, наверное, больше погружает зрителя в ту эпоху. Цель форма неизменна. Это укрепление традиций Русского реалистического психологического театра, классической театральной школы, расширение творческих связей и взаимное обогащение театральных культур. Я жду, что Национальный театр предстанет на нашем фестивале очень достойно. И как раз то, о чем мы говорим, в нашей фестивале всегда это аспект, в фестивале обязательно высокой нравственности, высокого нравственного накала. В рамках форума в этом году на официальном сайте фестиваля и фонда памяти Андрея Денникова, а также в социальных сетях, можно посмотреть спектакли онлайн-фестиваля «Денников-45», посвященного памяти актера и режиссера-постановщика Андрея Денникова. Татьяна Орлова специально для программы «Время русского мира». Накануне победители и финалисты проекта «Магистры русского языка-2023» встретились с заместителем руководителя Россотрудничества Павлом Шевцовым. Педагоги рассказали о своей стажировке за рубежом, страновых особенностях и нюансах в разработке учебных пособий. В течение месяца российские преподаватели стажировались за рубежом в одной из девяти стран – Турции, Вьетнаме, Индии, Иордании, Египте, Аргентине, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Своими открытиями, итогами работы и подходами к обучению участники программы поделились на встрече с заместителем руководителя Россотрудничества, председателем оргкомитета конкурса «Магистры русского языка» Павлом Шевцовым. В рамках программы «Магистры русского языка» в 2023 году я проходила стажировку в русском доме Нью-Дели. Я обучала студентов русского дома русскому языку, а также занималась с филологами в Джавахарайском университете. Для студентов это такой социальный трамплин, то есть знания русского языка помогают им прийти к лучшей жизни. Наталья Калинина и Елена Кречина активно проводили мастер-классы, на которых научили жителей Иорданской столицы первым русским словам и фразам, познакомили их с буквенно-звуковым составом языка и объяснили, как правильно ставить ударение. Я проходила стажировку в Иордании. Большую часть лекций я вела в Государственном Иорданском университете. Я преподавала русский язык как иностранный, а также литературу для иорданских студентов. Спасибо большое РУС-сотрудничеству за эту возможность. Павел Шевцов отметил высокий интерес к русскому языку на пространстве бывшего СССР в странах Африки и Юго-Восточной Азии и поздравил участников программы с приобретением бесценного опыта. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить ребят, которые приняли участие, за то, что они набрались смелости и приняли участие в этом конкурсе, потому что все-таки он был достаточно сложный. Ну и, во-вторых, конечно, не останавливаться на достигнутом, потому что это очень интересная профессия, и она очень востребованная профессия. Надо каждый день чему-то учиться новому, да. Надо учиться как самой методике преподавания русского языка, так и учиться и психологии, и учиться ораторскому мастерству. Напомним, ежегодный конкурс «Магистры русского языка» проводится в рамках программы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». Принять участие в нем могут студенты российских вузов, обучающиеся на филологических и педагогических специальностях по программам магистратуры и аспирантуры. Анастасия Голдабина специально для программы «Время русского мира». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране и городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Берегите себя, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok